Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Огромное спасибо, что заглянули! Наконец-то я додумала снять мукбанк с новогодней елочкой! В прошлом году, кстати, такие мукбанки были, и они очень круто зашли! Всем понравился этот задний план! Поэтому решила в этом году тоже не отставать! И хочу поздравить всех вас с наступающим Новым Годом! В общем, всего вам и побольше от чистого сердца, девочки! И, в общем, сегодня у нас в Миндии, здесь у нас крылышки острые, и, наконец-то, спаржа! Прикиньте, наконец-то спаржа! Я ее так долго искала, но, естественно, у нас здесь я не нашла, и мне привезла ее первана! Как это вкусно! В Азербайджане я нигде не видела спаржу! Хотя искала! Интересовалась у подписчиков! И уже последний вариант! Выпросила первану, чтобы она мне привезла! Перван – это жена моего брата! И когда я это попробовала, я поняла, что это самое вкусное! Не знаю, почему у нас ее нету! В таком еще соусе, по-китайски! В общем, я для вас хочу снять видео итоги 2022 года! И вот мне интересно, будет ли актуально это видео? Потому что я заметила, что у большинства блогеров это видео набирает очень мало просмотров! Я вот думаю, стоит ли снимать? Или все-таки нет? Напишите, пожалуйста, честно! Каждый год Я себе обещаю, что я сниму это видео! И уже сколько лет подряд По-моему, ни разу Ни разу я не снимала! Но если вы сейчас в комментариях напишите, что стоит снять это видео Я обязательно его засниму! Это видео даже, знаете, интересно пересмотреть самой Можно не только подведение итогов, а цели, например, на 2023 год Ну так в идеале, чего я хочу? Недавно, когда моя племянница Альбиночка оставалась у меня с ночевкой Она чисто случайно наткнулась на мой старый скетчбук И там были планы на 2020 год Если вы помните, то я даже вам тоже показывала эти планы Но давно, два года назад я вам это все показывала Вы знаете, большинство 90% этих планов, они осуществились Но, естественно, я перед собой ставлю такие задачи, которые я могу достичь Там нет таких целей, например, купить яхту Или самолет Что-то, что я могу осилить в течение года Там была покупка квартиры Получение прав, покупка машины Это все осуществилось, конечно, но не в течение года, а в течение двух лет Вот когда ты читаешь это все, что ты написала Это такая, знаете, ностальгия А еще Я просто не рассказываю вам, но каждый год Я пишу письмо для себя Для себя на следующий год А если вдруг я умру, кто-то прочитает мое это письмо Это соседи, не обращайте внимания В общем, в каждую новогоднюю ночь я как бы пишу письмо себе На следующий год Это круто мотивирует, на самом деле Особенно, когда ты видишь, что ты многого добился То есть свои цели, которые ты поставила себе в прошлом году Ты в этом году добилась Это так приятно Поэтому вам тоже советую Обязательно Некоторые мне пишут Вот, там мне гадалка нагадала, что я стану миллионером в следующем году Или экстрасенс там в тиктоке мне сказала, что резко я получу какое-то наследство Чем тратить энергию, время, силы на такую ерунду Просто работайте Я считаю, что это лучший мотиватор В общем, я жду комментарии от вас Нужно ли снимать подобное видео или нет Стоит ли еще и про планы рассказывать Но вообще, вы знаете, мне всегда все говорили, что нельзя говорить про свои планы Если ты будешь про это рассказывать, у тебя ничего не получится То же самое касается там моих покупок и так далее Я всегда все рассказываю Я не могу сказать, что это как-то влияет Никак не влияет Мне кажется, это больше как-то самовнушение Человек сам себе внушает, что этого делать нельзя И в приметы, кстати, я тоже совершенно не верю Все это фигня Спаржа какая вкусная Честно, этот год не могу назвать прям супер плохим Хотя в начале этого года я считала, что действительно это худший год в моей жизни Но нет Сейчас я считаю, что произошло очень много хороших моментов Что-то, конечно, и плохое Например, бабушке моей не стало Понятное дело, для всех, для нас это был огромный удар Несмотря на то, что она пожилой человек Мы, казалось бы, должны были быть готовы к этому Но все равно, мне кажется, приготовиться к этому никогда невозможно Даже если ты знаешь, что твоей бабушке уже 152 Самое, наверное, приятное, это то, что я купила машину Ну а так в этом году было очень много всего хорошего Не только плохого Я вообще оптимистичный человек И на все вещи стараюсь смотреть с призмы чего-то хорошего Мне кажется, в Азербайджане многие и так Мне, например, очень не нравятся пессимистичные люди Которые во всем ищут негатив Казалось бы, у человека все хорошо Все отлично Все просто супер Но он все равно недоволен У меня есть один такой одногруппник Он вечно недоволен всем, что происходит в его жизни Хотя у него все офигенно просто Как можно быть недовольным Я в свою очередь радуюсь тому, что у меня есть Не забываю благодарить Бога В прошлом году так приятно было Наша семья вся была вместе Мы отмечали там Новый год и так далее Папа приехал В этом году из того, что папа приехал на похороны И получается остался больше 40 дней Почти два месяца он здесь был Из-за этого ему на работе уже не дают отпуск Даже за свой счет у него не получается взять Поэтому как бы будем с мамой отмечать В прошлом году мой Новый год Начался очень странным образом То есть меня все ругали Я сидела и рисовала бумажные сюрпризы В новогоднюю ночь И мама меня ругала, что сколько можно работать А в тот момент У меня только появился мой канал Второй Мне очень хотелось его поднять на ноги Я мечтала, чтобы на каждом видео было Хотя бы 10 тысяч просмотров Я просто рисовала круглые сутки Я просто не вставала Вдруг я понимала, что темнеет Потом вижу, нет, рассвет уже Просто у меня была цель Просто поднять этот канал с колен Тогда на бумажном канале было по 3000 просмотров И мне очень хотелось, чтобы на каждом видео Хотя бы 10 тысяч А сейчас 100 тысяч Есть видео, которое набрали 400 тысяч Я просто очень радуюсь Что за год я набрала такую огромную просто аудиторию И мне кажется, на бумажном канале у меня может быть миллион Учитывая тот момент, что Были месяца, когда на бумажный канал выходило Только два видео Два видео В месяц Иногда бывало даже одно видео в месяц Все равно набрать за год 210 тысяч подписчиков Я считаю, это огромный просто успех И надо продолжать Но у меня есть такой момент Когда мне Когда мне морально хреново Я как бы не могу рисовать Не могу сосредоточиться Это было, когда бабушка умерла Другие какие-то моменты в жизни Неприятные, когда были Я не могла рисовать Поэтому были периоды Когда на канале не было видео Сейчас снимаю мукбанг Я понимаю, я так соскучилась Сколько? Три дня меня не было Или четыре Нет, все-таки, наверное, четыре дня меня не было Я понимаю, что очень соскучилась По съемкам Реально И это было очень приятно Видеть в инстаграме Сообщения от девчонок моих Что, айк, уже три дня нету видео Что случилось? Почему не снимаешь? Почему-то все сразу думают Что я куда-то врезалась В аварию и так далее Я стараюсь аккуратно водить Я думаю, максимум Что может со мной произойти Конечно Никто ни от чего не застрахован Но максимум Что-то где-то прицарапаю Но это было очень приятно читать Что люди беспокоятся Какие острые крылышки Почему все крылышки делают Такими острыми? Даже вот в KFC Мне так нравятся их крылышки Но у них есть только два варианта Острые и очень острые А не острых вообще нет Эти тоже На этом все, мои хорошие Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца Не забывайте ставить лайки И подписываться Для вас это всего лишь нажать одну кнопку А для меня безумно приятно Всех люблю Пока